Музыка Отправляемся мы в долгую дорогу. Дорога будет такой, мы начнем с истории философии, поспоковые историки, и так, чтобы нам прийти к современным проблемам, с учетом того, что думали люди раньше об этом. Поэтому в программе первые лекции обозначены как философия, ее предметы, место в культуре. Это вот, будем считать то, о чем у нас шла речь на прошлом, так сказать, занятии, то есть до перерыва. Единственное, что, чтобы сказать место в культуре, надо еще дать определение того, что такое культура. Правильно? А что такое культура? Вторая природа создана человеком. Что? Природа, ну, по идее, природа создана человеком. Приводство чего-то культурное. Это материальная культура. Горшки, черепки. Да? Да. А что, кроме материальной культуры нет? Есть еще и материальная культура, поэзии, сказания. То же только культура считается. Значит, вот у нас есть культурология. У нас, например, в институте философии есть целое отделение культурологии. Логос – это знание, а культура – это… Они знают, что такое культура. Так что… Но, тем не менее, вопрос о том, как определить культуру, это не такой простой. Потому что, если начнешь перечислять, это не определение. Возьмем это, 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 это. Так как нам понять, где культура, а где уже не культура? Вот некоторые говорят так, что культура – это все, что создано человечеством. Что только человеком не создано? Газовые камеры созданы? Созданы. Средства созданы уже. Средства пыток созданы? Созданы. Это в культуру занесем? Да, в какой-то мере. Как? Значит, в какой-то мере. Как это? Как это? Как это? Как-то, да. А то, по какому основанию вы это заносите в культуру? А без культуры тогда у вас как будет определяться? Или враги культуры как будут определяться? Может, враги культуры в истории, что не было врагов культуры, которые боролись с культурой, там, замедляли ее раздвижение, развитие и так далее. Мы же должны это... Мы эту культуру не хотим взять как тоже противоречивое явление, и то, что противоположно культуре, оно может быть даже и в рамках культуры. Но противоположно самой культуре. Это ваши недостатки. Это ваше выражение, воплощение, или это ваше отрицание? Это не вы, хотя и у вас. Правильно? Могу я так сказать? А вы применительно в культуре, хотя мы с вами уже разобрались, как, чтобы вас правильно изобрались, а применительно в культуре вы пошли по старой дороге. Если там есть такая-нибудь гадость, и гадость в эту культуру занесем. Почему это не отрицание культуры? Сразу пример большой. Вот скажите, пожалуйста, кто гений, как определяется? Ну, это из области культуры я взял, правда? Причем взял такой непустячок, чтобы на этом вот как-то примере посмотреть, как мы правильно ли мы действуем. Вот если я скажу, что гений – это талантливый человек, это правильно? Неправильно, не талантливый. Я же про правильность говорю, я же не про истину говорю. Я про правильность говорю. Ну, это правильно. А что вы говорите, нет? Ну, как вот вы говорите, нет? Ну, вот я, например, говорю, я животное, а вы что, не скажете, что это неправильно? Я не все сказал, но это правильно же, что я животное. Ну, вы можете считать, что вы растение, это ваше дело. Я лично животное. То есть правильность – это и есть. Правильность – это одностороннее утверждение, причем не идеалитическое. Это совершенно одностороннее. Если что-то есть, вот есть, и все. Вот, да, я животное. Сказать, что гордиться тут нечем – это точно. Гордиться, что ты животное, то есть, что я должен потреблять там пищу. У меня есть обмен веществ. Я говорю, ну, тут не предмет гордости. Если общественное животное, тоже, скажем, муравьи – общественное животное. Пчелы. Пчелы уважайте, чтобы, если вас не укутили. Ну, они даже, а даже кусающая пчела, она ведь погибает. Они жертвуют собой ради, вот, так сказать, пчелиного семейства. Муравьи, пчелы – это все общественное. Знаете, у муравьев там построят такой мощный дом. Там есть такие муравьи, которые таскают бревна. То, что для иглы, так сказать, сосновые, для них как бревна несут. И трудятся почти, почти трудятся. Ну, определение труда мы не давали. Поэтому это, строго говоря, не подпадает под определение труда. И там есть муравьи с крыльями, которые летают, как бы летчики. Там есть муравьи, которые охранники. Они охраняют, если что, они тоже начинают бороться. Вот если вы поднесете руку к муравейнику, что вы ощутите? Вот если близко-близко поднесете руку, но не затягиваете. Что будет? Ваша рука будет обрызгана чем? Муравьиной кислотой. Вы можете поэтому больного мяса потом просто так растирать. И пахнет будет вообще. Вот просто. А почему? Потому что эти муравьи начинают стрелять. Этой муравьиной кислотой выживать. Угроза, они вот эту угрозу превозвращают. Ну, понятно, кто здесь всё возьмёт, раскопает этот муравейник. Тут они ничего спасти не могут. Но они тоже так. Но это организованное же действие, не просто так. Культура. Значит, даю вам следующее определение. Потому что не так просто его дать. Культура – это накопленный опыт человечества. Материальный и духовный. Культура – это накопленный опыт человечества. Материальный и духовный. А что такое опыт? Чем он отличается просто от перечисления фактов? Что такое опыт? Как вы это понимаете? Это урок на будущее. Опыт – это не то, что мы делаем. Этот опыт привёл к чему. Он положительный или отрицательный опыт. Люди, когда они что-то делают, они оценивают результаты. И поэтому в культуру всё входит с оценкой. Либо это позитивное, либо это негативное. И вот опыт – это всегда позитивное. Если вы сделали неправильное действие, это неправильное действие. Понято, что оно неправильное. Оно вошло в культуру. Что вошло в культуру? Не само это действие, а осознание того, что так делать не надо. Культурный человек так делать не будет. Культурный ленинг так делать не будет. Вот, скажем, фашизм осуждён человечеством на нюрберском процессе. Фашизм был – был. В культуру входит осуждение фашизма человечеством. А не фашизм входит в культуру. Согласны? Это очень важно. То есть берётся отрицание фашизма, входит в культуру. А продолжение фашизма – в пророждебной культуре. Правильно? Оно в пророждебной человечестве культуре. И так, и во всём остальном. То есть, что такое, скажем, черепки? Они входят в культуру, потому что, между прочим, в культуру входит ещё и технология изготовления. Вот эти хампфорта, сосудов, жилищ и главные средства производства, которые потом развиваются, развиваются и развиваются. Материальную культуру. А в духовную культуру входит то, что создано человечеством и то, что способствует развитию человечества. А то, что враждебно человечеству и, так сказать, не способствует его развитию, а тормозит развитие человечества, уже входит с отрицанием. Как отрицание о культурах, о безкультуре или как некультурное. Вот отсюда и различие таких понятий, как, скажем, талантливый человек и гениальный. Талантливые люди – это кто? Какие? Способные, правда? Очень способные. Вот Гитлер. Способный человек? Ну, он книгу написал? Вот я вас спрашивал, вы книгу написали? Нет, а Гитлера написал. Так, картину нарисовали? Тоже нет? А он картину нарисовал. А полководец хороший был, Гитлер? Историй. Полководец хороший был? Ну, он у него владельца хорошим полководцем, скажем так. Не, ну как вот так вот, ну не надо так. Ну что, он же принимал решение-то, он же был колодцем, конечно. Но мы с ним, говорит, четыре года воевали. И очень трудно было победить. Или легко было нам победить перед русским фашизмом. Как мы можем после того сказать, да, он слабый полководец, мы бы сейчас раз и разгромим. Такие были настроения, мы там быстро на их же территории, и все. Но на самом деле оказалось, что, ну как, Ленинград в блокаде был. Такая часть территории была. Нам пришлось перевещать промышленность на восток, для того, чтобы сохранить возможность продолжать войну. А вот Блескриг не получил все у него. А вот такое вот наступление было очень мощное. Поэтому, конечно, include. Ну он гений или нет? Нет. Почему? А? В какой-то мире. Не слышу. В какой-то мире в мире. Как это в мире? Вот вы можете сказать, что вы хороший человек в меру? Ну он. А подлец в меру? Ну как это вот в какой-то мире? Вот можно просто сказать, вы в какой-то мире подлый человек. Ну как такое в правосы? Я такое не могу сказать. Ну как можно? Ну я в недостатке нормально могу про вас сказать. И вы про меня скажете, Михаил Владимирович, не думайте, что у вас нет недостаток. А я и не думаю. Но если вы скажете, что вы в какой-то мере подлец, я буду смущаться. Скажу, ну что вы даете? И вам я то же самое пошлю. Ну, в порядке шутки. Так не годится. Это не вопрос меры. Это оценка в целом. То есть гений, вот это можете записать. Это настолько способный, талантливый человек, который фактически продвинул человечество вперед в какой-то области человеческой деятельности. Фактически продвинул человечество. Про многих вы можете сказать, что они продвинули человечество в какой-то... Вот это очень немного таких людей. Не то, что они что-то там сделали. Я скажу, мы вот это сделали, вот это сделали, вот это... Продвинули человечество. Вот вы продвинете человечество вперед. У вас сейчас все впереди. Вот про меня уже трудно сказать, что я продвинул человечество. Сейчас вот можно оценивать, что я там сделал за время своего существования. А вы вот, это вот мне даже приятно с вами сидеть, а вдруг кто-нибудь будет гениальным человеком из вас? А я скажу, а я вот у них преподавал. Если бы я у них не преподавал, может быть, они какую-то ошибку сделали, не достигли бы этого. И сразу буду, значит, стремиться тут к вашей славе присоединиться. Ну, слава-то она дается как, это тоже, это исторически выясняется, да, кто продминул человечество вперед. И гениев-то не так и много. Вот, скажем, хороших композиторов много, а гениальных – много. Хороших поэтов много. Вот стихи, вот вы умеете складывать стихи? Я умею. Ну, любую дайте тему, я вам стихи напишу. Раньше просто обучали, вот Пушкин в лицее, там же и другие обучались, и всех учили, так сказать, и Ямбам, и Хореям, и все они могли складывать стихи. Ну, это не проблема, говорят, стихи. А поэтом не станешь от того, потому что поэт – это человек, у которого что-то есть такое. Поэтический образ – это не сводится к тому, что у вас зарифмован там и выдержан определенный ритм. Поэтому кормить надо много-много поэтов, и несколько человек будет гениальных. Допустим, Пушкин один, Лермонтов, Некрасов, Иковский. И вот уже рядом так начинаешь думать, можно еще кого-нибудь поставить рядом? А то, что их много там, да, много, конечно, композиторов. Ясное дело, что сразу вы скажете – Бах, Моцар, Бетховен. Ну, кого еще поставить? Рядом. А? Ну, вот. А вот это уже рядом вы поставите? Вот вопрос. Может, и поставите уже, а может, уже граница. То есть, на самом деле, людей таких очень, не очень много. Гениев вообще мало. Хотя и в Распорте, ой, это гениально, то, что вы сейчас сказали. Ну, это так, это вроде как гениально, но не гений. То есть, культура – это накопленный опыт человечества, материальный дух. Человечество опыт извлекает из любых событий, и положительных, и отрицательных. Правильно? А опыт всегда положительный. Вот если я во что-то вляпался, и теперь понимаю, что туда ходить не надо, это опыт, это положительный. Правильно? Если был какой-то зигзаг в развитии, это зигзаг показал, что не надо это делать, не надо сюда заходить, то это опыт. И опыт положительный. Ну, вот, философия, что нам тут даёт? Вот, я бы вам, так сказать, это изложил в такой форме, чем отличаются мудрые люди от умных. Вы знаете? Вот умные, они знают выход из любого положения. Они зашли в него, и они знают, как из него выбраться. Заходят в самые разные положения. А мудрые? А мудрые просто туда не заходят. Вот что мы хотим от философии? Чтобы она нас научила мудрости. Потому что она ещё называется любомудрия по-другому, да? Любомудрия. София. Филла. София. Филла – это что? Любовь. София – мудрость. У нас, кстати, на кафедре лаборантовку зовут София. Взяли и убрали с кафедры. Как-то нас мудрости лишили, и вот, так сказать, каким-то административным путём. Сейчас у нас нет вас. У вас есть лаборанты ещё на кафедрах в Институте философии? История. И у нас нет. И теперь студенты говорят, что гуляйте сами по себе. Преподаватели сами по себе. И вы же стыковка студентов и преподавателей затруднена. Ну, вот такое время мы переживаем. То есть София – это мудрость. Любовь – мудрость. Любомудрия – это философия. Но это, как вы понимаете, не определение философии. Не предмет философии. Это название само. История названия. Но это тоже, пожалуй, можно принять во внимание. Потому что, если мы научаемся быть мудрыми, значит, меньше мы разобьём черепков. И меньше набьём шишек. Но набьём обязательно. Наверное, если мудрость и история человечества говорит, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. Уж точно мы ошибёмся. Более того, каковы перспективы, так сказать, изучения этой науки, философии? Почему так много места этому уделяется? Да потому что всё великое и положительное достигается борьбой. Почему? Борьбой. Ну вот рассмотрим борьбой за что? За новое, за прогрессивное, за передовое. Как вы себе представляете себе появление нового? Новое, когда появляется? Новое, я имею в виду, не такое, что никто не видывал такое. Что сейчас я приду, так сказать, кверх ногами сюда. Это будет новое? Ну, такого передового не будет. В конце концов, есть люди, которые легко входят на рукав. Значит, в чём новизна, на самом деле, глубокая в том, что это передовое, это развитие в какой-то области, в любой области, науки, культуры, промышленности, образования и так далее. Вот скажите, пожалуйста, новое, когда появляется, оно в скольких головах появляется? Ну, появилось в одно. Скорее всего, в одно. Не одно, а может, так сказать, это одна головах появляется? Да. Да нет, вот ваше, когда появляется, вот, а у вас появилось в голове, вы хотите доктором стать, а я вот уже доктор. Мы стоим тут так, дружными рядами, а вы хотите к нам пробиться, такая молодая, и она хочет считать, что она доктор. И мы, так сказать, раз вам, и написали отрицательную рецензию. Не бывает такого? Нет. Бывает. Когда новое появляется, оно слабее старого, а мы старые. Старые не в смысле возраста, а старые в смысле какого-то распространенного принципа. А вы вышли на передовой уровень и с этим начинаете бороться. И что мы с вами сделаем? Если это вам не выгодно, то, конечно, бороться. Ну, мы будем с вами бороться. А кто победит? Вот когда новое появляется, передовое, прогрессивное, оно слабее же старого. Слабее. А кто побеждает в борьбе, слабое или сильное? Тёкло, следующее. Сильное. Ещё раз. В борьбе слабое или сильное побеждает? Сильное. Сильное. Значит, новое победит, когда оно возникнет, или старое? Старое. Старое. Но, если это ваше новое, действительно прогрессивное передовое, оно, будучи побеждённым, не пропадёт. Правда? Не пропадёт, а начнёт лучше готовиться. Оно, этот принцип, начнёт разворачивать свой передовой, да? Находить своих сторонников, верно? Ну, готовиться к более систематичной борьбе за этот новый принцип. И в итоге, значит, оно начнёт выигрывать. Иногда. А потом всё чаще. А потом систематически. И тогда оно победит старое. И будет распространённым принципом, распространённым методом, распространённой теорией и так далее. Ура! Но, мы же с вами изучаем историю, диалектику. Значит, мы на этом не ставим точку, а дальше? А что, нового не будет ещё? Вот появится новое, новое. И что будет? А поскольку оно новое, так оно по отношению к нему то новое, которое считалось новым, теперь уже старое. А старое – это сильнее, а новое – это слабее. Ну, кто вот этого не понимает, посмотрите, это когда мамочка везёт в коляске ребёночка. Ну, кто сильнее, ребёночек этот или мамочка? Да ясное дело, он вообще беспомощный. Он что может? Он управляет мамочку. А? Он может управлять самочкой. Он управляет, старается. Но мамочка его может туда положить, сюда положить, там. Он может, но побеждает пока мамочку. А с известного времени, ну и мамочке помогают. Мамочке звонят, мамочке разговаривают, мамочку похоронят. Такого движения жизни. Поэтому, и это движение жизни во всём. Поэтому, отсюда какой вывод? Мы сейчас можем пройтись по формациям, сказать, были вот такие классы господствующие, были такие. Ну, не будет тогда классов, не будет никаких классов там, когда и нас с вами не будет, там, при полном коммунизме. Ну, а борьба нового со старым, она что, исчезнет, нет? Не исчезнет. Значит, эта вот картина будет продолжаться систематически. Раз борьба нового со старым годом, значит, надо науку этой борьбы изучать. А какая наука есть о борьбе нового со старым? Диалектика. Наука о борьбе противоположностей. Почему? Потому что противоречие – это единственная борьба противоположностей. Поэтому, когда нам эта наука нужна будет? Всегда. А когда она перестанет быть нужна? Никогда. И поэтому тот, кто хочет выигрывать, говорит, зачем я буду это изучать? Ну, если хочешь выигрывать – изучай. Не хочешь выигрывать – проигрывать. Вот у меня была, так сказать, я перед вами как некий пример этого. Потому что я, вообще говоря, по образованию не философ, я математик. Я закончил математику, механический факультет в 68-м году. А в это время, так сказать, заинтересовался. Вот я прочитал «Капитал Маркса» по собственной инициативе. Думаю, что я буду какие-то страницы, такая страница, такая. Это мне очень не нравится. Я не понимаю, как это книгу читать кусками. Тогда нет никакой логики, нет никакого развития, так сказать. Какой-то у меня вот был такой исторический в этом смысле поскольку. Давайте я прочитаю целиком. Поэтому я, значит, как только звонок на «Политэкономию», я в библиотеку открываю «Капитал» и читаю. Семинар по «Политэкономии» я открываю и читаю. Подходит руководитель семинарского занятия. Вы что читаете? «Капитал» отходит. И я ровно два тома прочитал только во время учебных занятий. Можно сказать, не потратил ни одной минуты на чтение «Капитала» от «Политэкономии». Ну, третий том я уже читал, вот решил дочитать до являющихся форм, до того, до чего, как говорится, мало кто долетает. Так что первый том много кто прочитал. Второй же очень мало, а третий совсем мало. Вот я прочитал, и тут как раз подвернулся, у нас замдекана читал лекции, я на них не ходил, но мне донесли, что вот предлагают пойти в аспирантору по «Политэкономии», кому-то из выпускников, чтобы потом в перспективе, потом защитить кандидатскую и преподавать нам отменили. И я выразил такое желание. Значит, товарищи со мной переговорили с экономического факультета замдекана и сказал, ну, вот давайте тогда готовьтесь и посмотрите. А они смотрели, рекомендуют меня в аспирантору по математике или нет? А меня рекомендовали. Тогда они говорят, все, идите к нам, сдавайте. Ну, как же сдавайте, сами понимаете. Я же, я пять лет занимался математикой, но я прочитал потом капиталы. Ну, я почитал, думаю, надо сдавать и «Политэкономии», и английский. Я заодно решил на английском капитал прочитать, и летом читал его. И, так сказать, осенью пришел, сдал аспирантуру, через два с половиной года защитил диссертацию кандидатскую. Все, и тут начал работать, преподавал на матмейхе, вот, все, так сказать, успешно, хорошо. Потом он был на кафедре управления и планирования социально-экономических процессов, стал доцентом по управлению и планированию социально-экономических процессов и написал диссертацию по «Политэкономии». Бац! Больше половины, меньше двух третей. Что нужно, чтобы защититься? Две трети. А вот за новое, сколько должно быть? Если оно новое, на самом деле, сколько должно быть проголосовать человек? Как вы считаете? Нормально. Я уже к этому времени начал читать, я в 68-м году начал читать «Науку логики» Гегеля. Я уже знал, что вообще-то за новое передовое не может быть большинства. А я большинство набрал, но не две трети. То есть я должен был опечалиться по поводу того, что не две трети проголосовало большинство. Но если большинство членов ученого совета проголосовало за меня, это же хорошо, уважаемые люди. Ну бумажку мне не дали. Ну я же из-за бумажки уже туда приходил, да? А вот большинство, по докторской, две книги было написано и так далее. Хорошо. Потом, значит, вы можете или сменить тему, ну и, так сказать, я тему сменю. Ну в развитии, конечно, не просто отбросил, в развитии взял новую тему. И уже у меня была новая защита. То была она с трех часов до часа ночи, а то уже с трех до часа ночи два дня. Сменили сценографистку. Потом, значит, и вывод был такой, что она заслуживает там, и это хорошо, и это хорошо. Который прямым голосованием. А тайным голосованием больше трети проголосовало против. И получилось у меня больше половины, меньше двух третей. Сто отзывов на автореферации. В том числе четыре заместителя директора Института экономики, Академии наук СССР. Вот что я должен был сделать. Если бы я к тому времени диалектика не изучал, я, может быть, я вот видел, как некоторые там грустят. Если же хорошо, вот вас подслушалось столько человек. Все обсуждали. А потом ведущие ученые проголосовали за вас. Больше половины членов ученого совета в такое время, которое было, и переходное, проголосовало за вас. Но это ради плохого. Поэтому у меня никаких оснований для печати не было. Тем более, что это наука. А в науке есть борьба нового состава. Но идет борьба. Это хорошо же. Нет, вы можете сделать плохую диссертацию, никто ее не заметит. Все проспят в углу, и будет у вас две трети. Я тоже это понимал. И должен был я сделать для себя вот такой выбор, что, скажем, в чем дело. Значит, что-то у меня... То есть плохие люди, их жизнь не удалась, люди плохие, и те ученые, и так же. А я сделал другое. Что-то у меня надо еще сделать мне в развитии своих идей, для того, чтобы это было более убедительно. И вот тогда я соединил то, что я делал в политэкономии, с философией. А к этому времени у меня было порядка 60 опубликованных работ по философии, поскольку это уже был 82-й год. А я в 68-м начал только науковой логике изучать. И я подсказал. А умные люди мне подсказали... Такой был профессор Ельмей, заслуженный деятель науки, который подходил к защите докторской, как к борьбе. Он говорит так. Вот у вас диссертация. Так называется. Планомерное разрешение противоречия движения коммунистического способа производства его первой позиции. Так, можно защищать. Пойдя в мату, считаем членов Совета. Две трети не набираешь, так он-то знал. Так, по эстмату. Считаем членов Совета. Не набираешь. Не пойдет. Считаем по... По научному коммунизму. Набираешь. Так, я пришел и через 4 часа защитился по теории научного коммунизма 09002. Ну, на этом приключение они и закончились. Вызвали в ВАК. Я же ни одного дня не учился философии. Ну, как вы, ничем не отличается в этом смысле. Когда я в ВАКе не занимался, я не делал. И в аспирантуре не было, и в декторантуре не было. И отправили. В ВАКе была большая борьба. И отправили на перезащиту в Институт философии Академии Наук. И в Институте философии Академии Наук сменили всех оппонентов. Обсуждали. И проголосовали единогласно утвердить. А я к этому готовился в Москве. А как готовился? Там вот где храмы, как спасители, там был бассейн Москва с теплой водой. Я там плавал неделю. А что еще? Как готовить? Да как докторскую готовить? Скажите мне. Ну как? Это же не экзамен. В общем, короче говоря, не прошло и какое-то время, и, так сказать, меня утвердили, и стал я доктором философских наук. Вывод какой отсюда? Ну, вывод такой, что если что-то не получается, то надо сделать выводы для себя, а не думать, что мир плохой. Сколько есть таких людей, которые не защитились, и они потом оботлятся. Вы плохой, вы плохой. И вы мне не помогли, и вы ничем не помогли. А вот я страдаю. Ну почему я должен страдать? Почему кто должен, вот я к тому времени твердо знал, что если я считаю, что у меня, там я действительно делаю новое направление, противоречие развития социализма системы дал, ну так никто и не должен в большинство сразу с лету это получать. То есть что-то должны, или книг должно быть больше, и постареть должны быть люди, и идея должна постареть. И она и пройдет. А у меня, я же не на морозе стоял в очереди за докторской степенью, я же продолжал свою научную деятельность. И дальше ее продолжаю. Поэтому и так во всякой области, во всякой области идет эта борьба. И это надо рассматривать как совершенно естественный процесс. Мы не собираемся собирать голоса. Это вторично. Совершенно это не самое важное. А самое важное, чтобы это было движение вперед. Поэтому рассчитывать на то, что это делается без борьбы, нельзя. Ну и вы должны понимать, какая бы ни была область. Вот история, культурология, химия, все равно там генетика. И все равно в каждой области, вы знаете, была борьба. И идет борьба, и будет идти борьба. И никогда не будет такого, чтобы и не было этой борьбы. И если эта борьба принимает такие формы, вроде как кто-то должен голосовать, защиты там и так далее. Ну вот вы на экзамене со мной уже будете бороться. Вы же будете доказывать, что вы правы. И у нас будет полное неравенство. Это вообще ужасные эти экзамены. Я когда сдал последний кандидатский экзамен, я сказал, ну вот так, хорошо. Уже не надо. Приходишь, будто ты дурачок, а тут все умные. Вот они еще, которые умные, будут все решать. А ты ничего не можешь. Вот какая тут демократия. Вот вы придете, я могу поставить вам любую оценку. Вы, конечно, скажете, ну, мы можем, если что, протестовать. Когда вы будете протестовать, то будет в комиссии ваши друзья или мои друзья? Ваши. Ну, вы же понимаете. И они потом напишут такую бумагу, что по итогу, что раскритикуют меня. Да что ж, давно надо было их выгнать, а выигнать, проявили гнилой либералит. Мне напишут в общий билет. Вот и все. Поэтому надо быть тут террористами. Поэтому мы выбираем с вами какую дорогу. Углубляться в науку. Это главная магистральная дорога. И мы, причем, какую науку, какую вы выбрали, в какую углубляйтесь. Тем более, чтобы знал ли я, что я буду преподавать философию историческую. Я сюда вообще на правильном взрыве попал, потому что закрыли наш институт повышения квалификации. Думаете, потому что он плохой? Нет. Потому что он хороший и давал бесплатно высшее образование. Поэтому всех докторов-историков сюда, тут есть историки, которые у нас были, философов на философский, экономистов на экономической, 40-летний опытным институтом не стало. А сейчас снова институт, а тех нас звали факультетными институтами, обратное течение. Но, как говорится, тут мы уже опять теряя в институте работаем, хотя до этого был на факультете. Ну вот, если думать о вашем будущем, а мы и должны вначале говорить о будущем, потому что начало – это не разный результат. Вы же студенты, причем историки. Историки в становлении. Значит, какие историки? Великие, да? Ну, плохо тот солдат, который хочет стать генералом. Если вы скажете, я хочу стать плохим историком. Ну, как-то это… Ну, как-то это… Я хочу стать таким средним историком, не как его. Ну, как-то тоже не хорошо. Ну, вы старайтесь, а там видно будет. Ну, почему вы должны сами себе все отлазки обретать? Старайтесь. И вот сразу хочу вам одну еще категорию, забегая вперед, очень важное объяснить, которая называется «Предел». Вот вы можете выйти за свой предел? Да. Молодец. Можете, да? Хорошо. А что такое предел? Да-да. Раз вы можете выйти за него. Вот и вопрос. Что это такое? Ну, какое-то обмечение, установленное чем-то свыше, рангом и общественным пределом. Ну, как хотелось бы сделать пределом. То есть, не зависит от предела. Так, хорошо. А вы можете за свой предел выйти? Да. Тоже можете. Какие люди собрались хорошие. Мне нравится это. Мне это очень нравится. А кто-нибудь может сказать, что такое предел? У нас сейчас отличие только в чем? Что вы близко к этому подошли, а я это могу выразить в понятиях. А знаете, что такое понять? Понять. Понять, то есть выразить в такой форме, в которой можно передать другому человеку. Понять, значит, выразить в понятиях. Вот у нас сейчас с вами различие пока только в одном. У нас полное тут вот в этом смысле взаимопонимание. Вроде бы. Но я выражаю в понятиях, а вы пока в неочищенных понятиях. Не твердых, не точных. Так вот, в точных понятиях предел можете записать. Это граница, которую переходит. Хотя в таком субъективном понимании, думаю, это граница, за которую нельзя выйти. Что она предел. Я дошел до предела. Если вот вы дошли до предела, это что значит? Как вы думаете? Вот вы дошли до предела, это что значит? Почему это? Сидите около нее? С тоской? С тоской? Нет. Я же вам уже дал определение. Предел – это граница, которую переходит. Раз вы до предела дошли, значит, вы границу, которая была пределом, переходите, идите дальше. А раз вы идете дальше, появляется новый предел, новая граница, к которой вы переходите. А дальше что? А дальше новый предел, который опять. И так вы переходите, переходите. И это называется безграничное развитие. Безграничное развитие не значит, что нет границ. Это значит, вы постоянно выходите за свой предел. Вот кто такой ограниченный человек? Так вы ограниченный человек или нет? Нет. Ограниченный человек не выходит за свой предел. А человек развитой, он постоянно развивающийся, выходит за свой предел. Вот ребенок-то в этом отношении нам всем подает пример. Вот он перевернулся на живот, и он опять занимается тем, что он не умеет. Потому что он не умеет же ползать. И он начинает отталкиваться руками и ползет куда? Назад. Потом? Потом? Он пытается встать на четвереньки. И на четвереньках ходить. Он умел ходить на четвереньках? Только недавно родился. Как он может ходить? Он не умеет. Он делает то, что не умеет. Это вот умные стали взрослые, они уже знают, что вот если я что-то не умею, то значит этого не умею. А если-то они не знают, то они все время делают то, что они не умеют. И переходят на следующую ступень развития. И вот он уже бегает на четвереньках, а никак не встает. Потом он начинает вставать. Он вставать умел? Нет. Но он теперь не только встает, он падает, и головой паркет. Страшно слушать эти звуки. Как они его делают? Голова еще мягкая у детей. Иначе я бы раскололась, наверное, как орех. Раз таким грохот. Это ужасно было. У меня дочка так баш. Она же не умела. А потом они бегают, а дальше в науке тоже самое, в образовании тоже самое. Вы все время, если вы развиваетесь, значит вы все время выходите за свою границу. Пример из спорта. Елена Двичинбаева. Все знают. Рекордсменка по прыжкам в высоту шестом. Сколько она? 28, да? Или 24 рекорда? 28 мировых рекордов побила. Которые установила кто? Она. То есть это каждый раз был предел. Вот она. Прыгает. Никто там. Несравнимы с ней были. Пришли конкуренты посмотреть, как Есенбаева возьмет очередной рекорд мировой. И вот они долго смотрели. Потом она, между прочим, родила ребенка и снова еще. Сказать, у нее несколько рекордов было после этого. То есть, вот она, пример выхода со свой предел. А если вы никогда не выходите за свой предел, вы кто? Ограниченный человек. У нас был на нашей кафедре управления, я работал в управлении и планировании, социально-экономических процессоров, товарищ Сердюков Владимир Андреевич. Он такой важный был. У него был солнце, у него были золоченые очки. Он говорил, я делаю только то, что умею. Я профессионал. Я говорю, а что вы умели, когда вам было три месяца? Ну, что вы умели и делали то, что вы умеете? А я, например, делаю только то, что не умею. А за то, что я уже умею, зачем мне это делать? Это я уже умею. Если я хочу развиваться, что я должен делать? Только то, что не умею. Я вам лекцию читал когда-нибудь? Эту? Нет. Ну, я вам читал лекцию. Но другим читал. Я вам-то не читал. Я-то не умею. Ну, вы-то отдельные люди. Это отдельные люди. А эти люди, один, два. Она что, одинаковая? Это они не учитывают, кто сидит и что знают. Не может быть лекции, которая рассчитана на всех. Тогда эта онлайн лекция, это как кино. Не важно, кто сидит. Или вообще никто не сидит. Они все равно там что-то говорят и кто-то бегает. Поэтому лекции высшие формы потихонечку. И люди, которые не умеют читать лекции, уничтожают. Дескать, вот мы сейчас запишем мертвых. У меня таких мертвых лекций записано море. Мертвых почему? Потому что они вот были для каких-то живых людей, но они уже, так сказать, как бы застыли. А я-то не застыл же еще. И почему я должен? Почему я должен читать лекцию по принципу? Я вот не следую. Я заметил, что я вас спрашиваю. Потому что я спрашиваю, чтобы рассчитывать на... Ну, на ваше понимание, а не на понимание того, кто до этого слушал лекции. Поэтому вот это вот безграничное развитие. А граница что такое? Ну, чтобы полное понимание было. А то вы за границу-то выходите, а граница-то что? Вот вы-то поговорили по границе, а что это такое? Придел. Нет. Придел – это граница, а граница – нет. Придел – это более сложное, чем граница понятия. Вот представьте себе. Вот видите, вот здесь вот мой стол и соседний стол. Это граница. Летит самолет. Вот пока он не долетел до этой границы, это граница. Еще мы понятие границы не познали с вами. Это граница. Вот пока он до нее не долетел, она ему не придел. Правильно? Когда он перелетел, он же не останавливается, не зависает над границей? Или кто-то думает, что он остановится на границе и тут начинает в самолете, находящемся в состоянии покоя, проверять поспорта. Нет? Не так? Он пролетает ее. Хотя есть самолеты с вертикального взлета, есть такие, но это не относится к поспорту. И вот он пролетает, и граница уже это позади. Значит, вот это то, что он преодолел, называется пределом. У него новые границы, он и дальше... Реха течет, это тоже граница, он переходит границу. То есть каждый раз он выходит за свой предел. А граница что такое? Вот у нас, вот мы с вами отличаемся. Я вот преподаватель, а вы студентки. У нас границ есть? Да. Она нас разделяет или соединяет? Ну, смотря, что мы будем рассматривать заграничное, что вам не надо. Что так? Смотря, что мы будем рассматривать эту самую границу. Вы рассматриваете. Я вас спрашиваю. Не надо ответственность куда-то перекладывать на других. Я... У нас с вами граница есть? Общая? У нас общая граница или нет? Да. Ну, так значит, если она общая, она нас соединяет? Ну, да. Ну, оно нас... Но это же граница? Ну, да. Значит, она нас разделяет? Да. Значит, ну и что? Вот все является между нами, что общего, что нас соединяет и разделяет? Вот не надо только никуда уходить. Вот нас с вами, вот кто здесь есть? Вот вы есть студент, и я есть преподаватель. Ваш. И не вообще, а я конкретный вот преподаватель сегодняшний, который сейчас считает лиц. Что нас соединяет? Знания, которые вы, Владимир Владимирович... Да знания нас не соединяют. Знания, которые вы сейчас... Можно я скажу? Да. Как преподаватель. Лекция у нас сейчас, дорогие товарищи, лекция нас соединяет и разделяет. Нет? Вот когда я по коридору ходил, она нас не соединяла. Вот я должен был прийти, и пока выходили там, отдыхали, не пришли, тоже где-то. Вот лекция. Это одна и та... Точная формула такая. Одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто, называется границей. Хорошее определенность. Вот еще раз. Одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто, называется определенностью. Границей. Называется границей. Границей. Вот у нас есть контролер, он сразу контролер. Потому что этот преподаватель может черти что наговорить, если бесконтрольно. Значит, одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто. Отличное понятие границы. Очень легко говорить. Вот семья, допустим, семья. Она же вот мужа и жену соединяет? Ну да. Ну и разделяет же. Или не разделяет? Один муж, другой жена. Это же разные понятия или нет? Ну. Это же хорошо. Однополая семья. А? Ну там же ты движешься. Однополая семья под понятие семьи не подпадает. Это дружки. Смотря что мы смотрим по понятию семьи. Если мы... Смотря по то... Есть вот... Мы же с философией имеем дело с вами. Они не на улице разговариваем, а в философии понятия любви. Знаете, что входит? Есть половая любовь, а не просто любовь. Любовь к детям, любовь к цветам, любовь к бабочкам, любовь к еще вот такому дяденьке, как я, к третьему дяденьке. А половая любовь, это любовь к мужчине и женщине. И материальная основа ее воспроизводства детей. Никакая другая любовь не имеет своим результатом производства детей. Поэтому в этом плане, в этом определении никаких семей и однополых быть не может. А название те, что эта семья может, вы можете назваться сейчас, выйти и сказать, что вы преподаватель и профессор. Никто вас запретит. У нас нет наказания за это в обществе. А я могу сказать, выйти сейчас и сказать, что я студентка, а в доказательстве юбочку надеть. Это же не проблема. Что тут такого? Поэтому, когда у нас чудаки нашлись, поехали в Швецию, а в Швецию однополые браки регистрировали. А они, значит, пошли там, зарегистрировали. Приехали сюда и пришли в МФЦ и сказали нам по штампу поставьте, потому что мы за границей мы оформили брак, и нам поставьте. И эти дети поставили им штампик, ну, потом, значит, это дело раскрутили назад, этим там в МФЦ наказали. Вот, все это им, значит, печать зачеркнули и так далее. Так что нет у нас такого. Потому что мы, ну, на научной основе стоим. А тут другая, ну, разлагаются люди, по-разному разлагаются. Это раз. Во-вторых, скажем, вот эти самые гей-парады. Вот, допустим, у меня уха нет одного. Вы видели парады, у кого одного уха нет? Не видели? Нет. А безногих? А безногих, а глухих. Вот если я... Я еще раз говорю, что если человек, у него какие-то там особенности, если он об этом не кричит и не устраивает парадов, я об этом никогда не узнаю. То есть я, например, ничего не против никаких ненормальностей, скажем так, мягко. Но из этого не надо делать парад. Потому что если будут делать парад, так у меня парад тех, кто не любит парады. И все. И тогда мы таких соберем, возьмем палки и пойдем бить их. А еще у милиции есть палки, они к нам присоединятся, они и присоединяются. И мы победим. Поэтому надо на это тоже смотреть философски. Ну это... Ну зачем вы кричите? У меня вот печень больная. Сейчас давайте соберем всех ухов больная печень. Будешь плакатами нарисовано на печенках ходить по-нецкому. А другие, которым не хочется это смотреть, будут нас кидать гнилыми яблоками. За гнилые яблоки и помидоры нету никакой ответственности. Раз, мне сюда вот в лицо. А я пойду жаловаться, бундеить, печать и так далее. Ну так у кого-то, у каждого есть какие-то недостатки. Мало ли чего у меня есть. Я даже рассказывать вам не хочу. Вот я тут... Мы и так уже выясняли, какие есть недостатки. Хватит. Выяснилось, что это ваше отрицание. Это как бы другая сторона. А вы к ним боретесь. Ну так я с чем-то и борюсь. Как это можно узнать, у кого какие-то не те наклонности? Только если сам человек этим... То есть есть люди, у которых есть эти наклонности, никто об этом не узнает, что у него за ориентация. А если он об этом сам кричит? Но если ты кричишь, тогда не удивляйся, что другим не хочется слышать эти крики. Но я-то это всё, эту полемику убираю, говорю о том, что есть понятие любви. А вот есть такой философ Шопенгауэр, он больше сейчас, он больше говорил, родители любят в детях свою любовь. Такой любви не может быть, кроме половой любви между мужчиной и женщиной. Не может быть. А как же утверждение философа относительно того, что истинной любовью является любовь к юношу? Которая постоянно собственно... Это... Мы находимся с вами по прошествии, товарищи историки, двух тысяч лет. И за это время человечество продвинулось вперёд. Не надо нас тащить назад. Те, кто идут назад... А я ничего. Вы просто вопрос мне задали. Я должен на него ответить? Вы что же хотите узнать? Как отвечать? Не надо возвращаться на две тысячи лет назад. Когда-то это была юность человечества. Но тогда ещё, между прочим, рабовладение было. Тогда один человек мог убить другого. Вы куда нас тянете? В какое время? Вот убить другого, это считалось нормально. Если я вас победил, вы кто? Вы рабы не будете. Зачем мне вас убивать? Если уже у нас уровень развития производительных сил такой, что вы можете меня прокормить, не только себя, я вас не убью. Вы у меня будете работать, а я буду отдыхать. И заниматься философией. И ещё чем-то там. Вот так. Другими такими вещами. А если у нас вот такой уровень производительных сил, что если я вас оставлю живой, то вы-то меня не прокормите. Или я умру, или я тогда должен вас прокормить. Тогда я умру. Зачем мне такие? Я буду кормить врагов. Я их убил. Говорят, вот жестокие люди. Да они не жестокие. Просто на таком уровне развития производительных сил нету другого решения. Поэтому убивают. А родители были умные. Это не сейчас, которые пенсии ждут. Они что делали? Ваши родители. У вас родится ребёнок. Так? Ну, и ещё ребёнок. А родители, представьте себе, в то время, они встают перед... Они уже работать не могут. Или надо вам родителей содержать, или содержать детей. Ну, и какое решение? А решение принимают родители. Они уходят в горы. Прощаются с вами, говорят, до свидания, Танечка. Мы пошли. Всё. И там они заканчивают свою жизнь. И другого способа никакого нету для воспроизводства человечества. А теперь другой. А теперь пытаются, так сказать, другой. Вот у вас сейчас во время реформы сколько отняли денег? Не считали? У вас сколько отняли? В плане. Экономически. Почему стипендии? Пенсии у вас отняли сколько? Ну, пять лет. Потому что мы даем счет. Хорошо, я 200 часов. Пенсии на пять лет перейдянули вам срок выхода на пенсию. То есть вы уже пять лет получали бы пенсию с 55. А теперь будете вы с 60 выходить, товарищи женщины. Пять лет. У нас средняя пенсия 14 тысяч в месяц. Средняя. 60 месяцев обновляйте на 14 тысяч. Сколько будет? 60 месяцев. Да, и нолик. И еще три нолика. Тысячу потому что. 840 тысяч рублей у вас? А у меня нет. Почему? А потому что я... Вот уже все. Это к вам относится. Вот я, например, почему возмущен? Что вы молодые уже отнимаетесь? Ну, скажем, ну, что мы уже, как говорится, уходим. А у вас-то что отнимают? Ничего себе. А вы еще нам еще далеко-далеко до этого, а уже отняли 840 тысяч. Ничего себе. Это не говоря уже о том, не говоря уже о том, что вы будете... Сейчас... Что? Сейчас 20% мужчин умирает, не доживает до пенсии, 10% женщин. Пенсия это по понятию пенсия. Пенсия это такая... Такое пособие, которое дается в связи с тем, что категория людей в таком возрасте уже... Часть этой категории уже умирала. Это уже категория умирающих. И это говорят, вот вы, у вас на заслуженный отдых. Ну, надо понимать, что это отдых, как отдых. И подготавливаться надо к вознесению на небо. Так. А теперь по расчетам, которые есть, значит, 20% женщин не будет доживать до пенсии. И... Вы можете сказать, меня не касается. Вас это обычно не касается. Но 20% из вашего поколения касается. А кто попадет в эти 20%? Вот я, например, счастливчик. Вот я... У меня возраст больше, чем возраст жизни мужчин в России. Поэтому я могу сказать так. Я сокал. Я ничего не боюсь. Почему? Потому что уже люди в таком возрасте давно уже умерли, а я еще не. И я еще должен... И что я могу испугаться? Ну, подумайте. Как вы меня можете испугать? Никак вы меня не можете испугать. То есть, во всем возрасте есть всегда преимущества. Правда же? Это же хорошо. А у вас может быть так плохо, и то может быть плохо, а уже это все не может быть. То есть, все мы берем с вами в развитии. Философия. Все это в развитии, в движении. Если мы все берем в развитии движения и стараемся дать точное определение. Значит, определенность границы. Граница – это одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечета. Возьмите границу двух государств. Знаете, это нейтральная полоса. Кому принадлежит? Ну, это односторонний взгляд. И тому, и тому, и не тому, и не тому. Вот это не односторонний взгляд. Но она обеим странам принадлежит и в то же время не принадлежит. Потому что это граница их. Ну, лекция, вот кому вот она принадлежит, вот эта лекция? Скажите, пожалуйста, лекция – это чья? Ваша или моя? Ваша. Не. Ну, представьте себе, вот я читаю лекцию, вас нету. Заглядывает Абдулла Хамедович говорит, Михаил Анатольевич, вы что тут делаете-то? Да, я тут и тренируюсь. Это же не лекция, это что? Это запись, ну, в лучшем случае, запись там, для того, чтобы где-нибудь повесили. Так, вы пришли, я не пришел. Будет лекция? Тоже нет. Лекция, может быть, когда вы есть, и я есть. Это одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто. Ну, как же? Точно так же, как мать и дитя. Ну, что их соединяет? Ну, вот их соединяет семья. Семья соединяет их. Семья, их и разделяет, потому что одна мать, а другая дети. Разницы не видите между матерью и ребенком? Видите? А что вы только разницу видите, а то, что они единые, целые? Не может быть мать, если у него нет ребенка. И не может быть ребенок, если у него нет у него матери. Как, может быть, для ребенка без мамы? Это не так значительно. А? Это относительно. Это все абсолютно как раз. Это вот, это абсолютно. Это другое дело, что мать может умереть, ребенок может умереть. Но вообще понятие мать и ребенок? А что значит вот муж? Ну что это означает? Это указание на кого? Жена у него, значит, есть. А жена что означает? Вот некоторые отвечают так, которые не сильные философии. Жена – это жена, бревно – это бревно, елка – это елка. Это называется тавтология. Повторение одного этого. Что означает жена? Что муж есть? Вот у нас профессор Рященко, который был на экономическом факультете, у него была жена татарка. И он все время нам рассказывал, что вот, что такое, значит, такие такие вещи про муж и жену. Наверное, он имел в виду свою жену. Что вот муж под шкафом находится, а жена швабры пытается его оттуда, значит, выковырить из-под шкафа. А он говорит, а я человек свободный, самостоятельный, хочу – вылезу. Хочу – не вылезу. А другой вариант, как он, значит, говорит, вот мужики собрались, выпили. Один рвился домой, я к жене, я к жене. И ему говорят, да ты что? Ты той самостоятельный. Ты приди домой, дверь нараспашку, кулак по столу, и скажи, кто здесь хозяин, ты или я? Наклюкались. Он так и сделал, приходит домой. Кто здесь хозяин, ты или я? Жена берет сковородку, раз его по голове. Через 20 минут он очухался и говорит, и спросить даже нельзя. Но это же одно целое, да? Ну, как-то нефилософски звучит муж и жена – одна сатана. Это неправильно. Муж и жена – это понятие. Это значит, что есть одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет семья. И это очень важно. А то начинает думать о каких-то семьях и выдумывать, что такое семья. Это не выдумывать, это, так сказать, это явление, которое связано с воспроизводством человечества. И это вообще общественное дело, а вовсе не то, что вот мало ли что мне придет в голову. Да мне, может, что угодно в голову сбрести. Придумать какую-нибудь глупость вам не надо. И, соответственно, человечество это отбирает. Или когда мы говорим о гниении, элементы гниения общественного, оно же есть, это гниет. Вот, например, капитализм, можно считать, нынешний капитализм замирающий, загнивающий, умирающий, империализм. Ну, а в чем это загнивание? Вот в этом. Если бы все семьи были у нас из этих, так сказать, только из однополой, человечество прекратило свое существование. Вот и все. Поэтому надо обязательно этих товарищей предложить их ссылать на специальные острова, пусть там живут однополые, они сами закончат свое существование. А человечество будет продолжать развиваться без них. Ну, уже моя внучка с этим, конечно, не согласна, потому что она философию не изучала. Они до этого еще не дошли. Они думают, что это вопрос, кто что придумает. Мало ли что, я такие глупости могу придумывать за пять минут, что вы их будете пять часов разбирать потом. Это же не проблема. А вот понять, что это такое, скажем, понятие, вот то обстоятельство, что половая любовь связана с воспроизводством, основой ее является воспроизводство людей, это вот самое решающее. Кто и не хочет с этим считаться решающим, тогда он открывает себе дорогу для чего угодно. Для чего угодно можно выдумывать. Пожалуйста, сколько хотите. Мы же не запрещаем говорить все, что угодно. Каждый может врать и говорить любые глупости. Правильно? Это не запрещено в современном обществе. Пожалуйста, выступайте. Так, а то, что вы, скажем, я должен говорить, я ограниченный человек. Я ограничен чем? Я должен говорить научные вещи, а не то, что мне вбредет на ум. Научные вещи. Я могу эти научные вещи немножко, так сказать, как-то сделать так, чтобы они были не очень, так сказать, скудными и очень жесткими, а какими-то примерами. Но все-таки я должен говорить о понятиях и об истине. Что такое истина, знаете? Тем более мы же хотим истинный смысл понять, да? Так же, как истинный смысл семьи. Истина – это что такое? Что есть истина? Совокупность? Совокупность? Правильных понятий. Ну, правильных-то очень много. Правильных, правильно это. Вот я, например, твердое тело – это правильно? Вот если меня выкинуть отсюда, я полечу вниз не хуже, чем камень. Про вас не буду говорить. Это же правильно. Это слабо. Потом совокупность. Совокупность – это мешок, в который накидали все. Нет ни системы, ни никакой системы, а просто набросали, набросали, набросали. Правильно какие-то штуки. И вот это взяли и говорят, вот вам нахрен. Вот это истина. Халтура. Не проходит. Что такое истина? Нет, вы можете сказать, что вы нам спрашиваете, это вы должны сказать. Я согласен. Я должен сказать, но я спрашиваю, для чего? Если вы знаете, зачем я буду это говорить. А если вы не знаете, то я вам скажу. Истина – это соответствие понятия объекту. Если понятие об объекте соответствует объекту, это истина. Это старинное философское понимание истины. Или согласие понятия с объектом. Так, еще можно сказать. Согласие понятия с объектом. Если вот понятие дается в соответствии с объектом, то это истинное понятие. А если нет, то и нет. Но это давно, с времен Гегеля, это уже устаревшее, одностороннее понимание истины. А есть другое понимание истины, связанное с тем, что деятельность человека состоит не только в отражении мира, а и в его преобразовании. А когда человек преобразовывает мир, то уже идет речь не о том, чтобы мысль соответствовала объекту, а наоборот, о другом, чтобы предмет, который создается, соответствовал мысли. И это будет истина. И, следовательно, истина уже понимается, еще и в другом смысле, в преобразующем, что истина – это соответствие предмета, понятия о нем. Вот вы создали понятие Исаакиевского собора. Это понятие создал Монферран. А дальше много-много людей. Несмотря на представление о том, что Монферран построил, Исаакиевский собора, мне кажется, одному ему тяжеловато было эти колонны особенно поднимать. Много-много людей вот это вот, это вот понятие реализовывали в жизни. А теперь спорят, кому это там, в церкви передатели, оставите государство и так далее. Теперь легко спорить, а надо создать, или, скажем, Смольный собор. Его понятие, Смольного собора, сначала появилось понятие Смольного собора в голове у кого? У расстрельника. В одной голове появилось понятие Смольного собора. Такое понятие, что ничего равного ему вот нет. Более красивого здания вот у нас в Граде нет. Может, еще где-то есть более красивое, но он конкурирует может с любыми мировыми достижениями архитектурными. А дальше что? А дальше надо развернуть это понятие во что? Так, чтобы был каждый этаж, каждый изгиб. Все это должно быть написано, прописано и доведено до чертежей. А потом доведено до того, чтобы строго по чертежам это люди делали, делали, строили. Это многих лет дело. И вот это истинное произведение архитектуры. Оно чему соответствует? Замыслу. То есть идеи, которая была в архитекту. А идея может прекрасная, а может непрекрасная. И вот истина уже в другом смысле. А вот абсолютная истина. А получается, что надо и то иметь в виду, что если мы отражаем мир, мы отражать его должны без искажений. А если мы преобразовываем мир, то мы его делаем еще прекраснее. С какой точки зрения? С точки зрения развития человечества. Правильно? С точки зрения развития человечества надо выбрасывать банки, куда попало. И забрасывать именно берега, озер, рек и так далее. Или надо делать огромные мусорные кучи. Или можно подумать о том, что вот отдельно можно собирать пищевые отходы, а отдельно там всякое другое барахло. У нас было такое, когда собирались пищевые отходы. Я в это время, вы, наверное, не жили в это время, а я в это время был мальчишкой. Моя задача была в семье. Пищевые отходы, как есть, корки, очистки какие будут, согрызки, косточки и так далее. Я должен был, их отдельно, они у нас лежали, и я должен был отнести, каждый день относил, и не раз, может быть, на два этажа стоял один бак с крышкой. Этот бак ежедневно мылся, и ежедневно приезжала машина, которая забирали пищевые отходы, и увозила нам свинокомплексы. И Ленинград завален был замечательной свининой, прежде всего ветчиной, вкусней, которую в то время я не ел. И ничего не надо было тратить, никаких кормов не надо, потому что это для свиней замечательный корм. Но это организация колоссальная. А почему это можно было делать? А вот дворники получали деньги за то, чтобы они каждый день мыли вот этот сосуд, и они получали деньги за что? За то, чтобы это все было аккуратно, все это собиралось. И это делал весь город. А представьте, у нас 5 миллионов человек, у нас сейчас ничего не надо делать, у нас бесплатная, так сказать, была личная. Ну, сейчас это все порушили. Еще это в кучу сваривают, и все это вот теперь воняет, и вот это вокруг происходит. Это разве соответствует истинному пониманию производства. Вы не знаете, что такое производство, но я вам по секрету, уже по дружбе могу сказать. Производство, как оно звучит. Не для того, чтобы сейчас запомнили, а потом мы снова к этому вернемся. В производстве есть процесс присвоения предметов природы, предметов природы, в рамках определенной формы общества и посредством нее. То есть производство должно преобразовать природу для человека, а не загаживать природу. И нельзя считать, что вот вы какие-то продукты оттуда взяли, а вы досмотрите процесс присвоения предметов природы, какие отходы, куда они идут. Вот сейчас, например, берут и переводят городское предприятие в область. Чтобы что? А чтобы газы, дым и грязь пошли в область. Это хорошо? Ну, вроде нам-то хорошо. Ага, тем, кто будет в области жить. Так вместо того, чтобы сделать газоуловители, пылеуловители, чтобы изменить технологию, чтобы меньше было вредных веществ, вместо этого просто перемещают куда-то деревья и все. Заодно перемещают и то место, куда надо рабочим ездить. И они теперь... Вот где у нас построены новые предприятия? Хэнде и Ниссан. Знаете, примерно, это по дороге в Горскую, вот, по Кадуфу. Ниссан – это японское предприятие, Хэнде – южнокорейское. А рядом у новоселок страшная свалка, вонючая-привонючая, которая будет вонять теперь много лет, уже перестали на нее сваливать. И говорят, там будут делать трубы, и через эти трубы будет идти этот газ. Газ будет наполовину утилизироваться в связи с выработкой электричества. А это электричество будет направляться на нуды города. Такой договор заключен. Ну, это будет вот долго-долго пытаться это как-то привести в чувство. Ну, у нас есть другие места, где продолжают это все сваливать и так далее. А процесс, а производство – это не просто изготовление чего-то, а надо брать все в целом, и то, что вы изготовили, и отходы от того, что вы изготовили, и упаковки всякого рода. Ну, вот, скажем, с точки зрения технологий простой, что сделать бумажные стаканчики и тарелки, что сделаете пластмассовые стаканчики. В чем отличаются? Если вы хотите себя увековечить, делайте пластмассовые стаканчики, пишите на них свое имя, и через 200 лет ваше имя прочтут. А если вы это имя карандаш напишите на бумажной тарелочке или на стаканчике, через месяц его не будет уже, потому что это древесина, ну, измельченная и превращенная в бумажную тарелочку. Французы, например, все запрещили законам пластмассовой посуды. У нас все знают, а полиэтиленовые мешки, ну, 200 лет. Весь, целые острова пластмассовой посуды, все эти самые посудины, от лосьона, того, сего, пятого, в мировом океане, убивают морских дверей, рыб, это все, и это все продолжается. А это все мировое производство. Почему производство? Да надо досмотреть до конца. Не брать только кусочек, если что я взял, а что ты выбросил, а после производства что будет? Куда это выйдет? И так далее. Вот. То есть, вот это мы должны все рассматривать в совокупности и в целом. И вот этот взгляд такой, что мы берем все в целом в развитии, в противоречии, и еще позиция у нас есть. Мы во всяком развитии занимаем точку зрения прогресса, а не точку зрения регресса. Правильно? Это не значит, что мы должны что-то там запретить обязательно, или там как-то отнестись. Это просто правильно. Это истинная позиция. Истинная позиция – это позиция поддержки развития и в развитии поддержки прогресса. Не просто определить, что прогресс, что регресс. Может, по этому поводу надо поспорить. Может, кто-то был неправ, кто-то перепутал. Это мы должны тоже учесть. Это мы же сейчас с вами раз-раз и поговорили. Может быть, какие-то вопросы требуют более углубленного изучения. Но подход философский состоит в том, и он в этом смысле нетленный. Мы должны все процессы рассматривать с точки зрения общественного развития, а общество неотделимо от природы. Поскольку мы ещё и животные, а не только общественные существа, значит, мы без природы жить не можем. И сами мы и природные существа в то же время. Мы животные общественные, трудящиеся, говорящие и разумные. И позиция у нас, позиция развития, и позиция в развитии прогресса. Вот если мы на такой позиции стоим, то мы в течение всей своей жизни каждый в своей области, в особенной области, проявляя себя как человек. А человек – это всеобщее. Мы уже с вами сегодня говорили, что, скажем, от человека не отличается, от человека как всеобщего не отличается никакой конкретный человек. Точно так же, как женщина от человека тоже не отличается. Хотя были времена, когда её не считали за человека и не давали даже избирательного права. Вот такое у нас. Сегодня у нас лекции были посвящены тому, чтобы войти в то, что представляет собой социальная философия и понимать, что это то, что необходимо, а уж историкам в первую очередь необходимо, потому что если это современность как результат развития человечества, мы должны понимать развитие, понимать его законы, понимать, что такое человечество и разбираться во всех тех категориях, которые с этим связаны. Это нас не только не сковывает ни по рукам, ни по ногам, а наоборот даёт нам свободу в решении любых вопросов, без того, чтобы, решая какие-то вопросы, мы не делали грубых ошибок. Вот, наверное, в этом будет польза тех занятий, которые мы делаем. Мы что, у нас польза не в том, что вы зайдите в экзамен. Я думаю, что это не подлежит сомнению, что вы зайдите. Ну и в этом и за наша задача. А мы будем вместе решать ту задачу, которая перед нами стоит. Поэтому, если у вас будут вопросы, сомнения, возражения, вот они должны быть и высказаны здесь, в любой форме, очень даже, может, и острые. Вы можете сказать, дескать, вы уже старые, ничего не понимаете, а вот мы-то знаем, понимаем, вот считаем, что вот так. Но если вы скажете, что я просто считаю, я скажу, что это мнение. А мы будем мнением заниматься или знанием? Вот Гекки встает задачу, возвысить мнение до знания, а не опустить знание до мнения. Вот задача, которая перед нами стоит. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.